Все мы знаем, что Genshin Impact это отличная игра, про которую, кстати, у меня уже был ролик аж целых два года назад. Серьезно? Аж два года назад? Хера. Идя в игру спустя это время, я охренел просто. Сколько же нового контента завезли разрабы? Это и неудивительно, учитывая, что игру... Рекламку заказали, не бойся. ...игра празднует свою третью годовщину. Но давайте признаемся друг другу, зачем мы на самом деле играем в Genshin Impact? Правильно, вайфу. И у каждого в игре есть свои любимые... Неправда. Ума на жопа хорошая, но сисек таких больших нету. Но сегодня я поведаю вам свой топ 11. Почему 11, а не 10? Потому что я... Какого-то фигуру уже нерфили, нет? Да, разорись. Сиськи уменьшали. Умамы особенный. У меня всегда на одну больше. Начнем, а не 10? Потому что я у мамы особенный. У меня всегда на одну больше. В игре есть свои любимчики. Но сегодня я поведаю вам свой топ 11. А, 11, ясно. Начнем с Эмбер. С первого взгляда ощущение, будто сбежало из пленах Ю Хефнера. Это твоя первая девушка в игре. Поэтому обязан жениться. Скаут Ордена Фавония. Ответственная болтушка-хартушка. С первых минут общения с ней ты замечаешь, Какие у нее накачанные ляхи. Такими можно и арбуз раздавить. Хотел бы я быть этим арбузом. Внешность 8 из 10. Полезность в игре скудная, но зато служит как зажигалка для загадок. Да, уж этот мем комьюнити. Эмбер. Зажигалка. Равнозначно. Кто-то даже качает Эмбер и играет на ней. Ну, я с момента, как появились другие персонажи, не играю на ней. Как и многие. Первая мами. Первая мами. Изысканная, элегантная, эрудированная и другие эпитеты, значения которых я все равно не знаю. Но она подскажет. А еще и на ночь почитает и спать уложит. Излучает вайп большой мамочки. Но за невозвращенную книгу из библиотеки может дать по башке. А за испорченную вообще убить. Прямо как Тамара Васильевна из моей школы. Внешность 8 из 10. Полезна в игре только в начале. Что не скажешь про нашу следующую героиню? Барбара, послушница ц... Ну, не знаю. Для меня она была тоже полезна только в начале игры. Задолбался замерзать. Очень неудобная для меня. Как появился другой хиллер, все. Барбара, забыть. Как страшный сон. Церкви Фавония. Горячо любима всеми жителями Монштадда. Это и неудивительно, смотря на... Она еще и по факту является айдолом Монштадда. Потому что она типа певица, и у нее много фанатов. То, какая она горячая. Барбара залечивает раны и снимает боль как душевную, так и физическую. Игривая медсестричка. Для жителей Монштадда она как идол. В отряде просто имба может отхилить всю команду. Но вот за внешность больше восьми дать не могу, увы. Мое сердечко расположено к другому. К тому, знаете, чему-то более близкому и родному. Поэтому в Энте. Вот это реально топ вайфу. Кто бы сомневался, что ему понравится трап. Хотя он не трап. По факту. Топ вайфу. Топ вайфу. Да. Интересно, там будет делюк. И по совместительству алкаш. Регулярно набутыливается. Отличный собутыльник. Никогда не отказывается бахнуть вина с винокурни Делюка. Свободолюбив и отзывчив. Может и за любовь выпить и всех в баре раскидать. Потому отличный претендент на вайфу. Были бы у меня такие во дворе, женился бы. Внешность 10 из 10. Полезность в бою хорошая. Но лучше всего он проявляет себя в попойках. А не до... Не нравится, как он от начала игры резко перескочил в последнее обновление. Вообще ни разу рекламу не заказали. Надо, так-то не принципиально. Что? Я к тому, что если это реклама или не реклама. Нет, а пофиг. Ну, тут же топ вайфу. А вайфу меняются. Ну, из новой обновы мне нравится следующий персонаж. Который выйдет после Невилета. Ризли. Потому что что? Правильно, у него Сейю Джотара. Ну, а еще он херачит кулаками. Бесконечно можно делать три вещи. Смотреть, как течет вода. Смотреть, как горит огонь. И слушать, как люди, которые играют в Геншин, говорят о Геншине. Че не так? У тебя так же с ДБД и с Куримом. Про Скурим, во-первых, я давно, я особо ничего не говорю. Только когда меня байтят на это. А про ДБД я говорю в основном в контексте хорроров. Ну, а я про Геншин в контексте Геншина. Почти всегда. Я шутки шучу про вас, вот этих вот нетрадиционных людей. Ну, мы такие конченые, да. Я тоже нетрадиционный человек. Отмажет тебя по любому поводу. Так еще и обладает огромной силой. И его настроение может влиять на погоду в фонтене. Когда он расстроен, идет дождь. Не бухает, пьет только воду истинный зожник. Снаружи он выглядит холодным. Но на самом деле у него теплое сердце. Кстати, это новый персонаж, который доступен и уже ждет вас в игре. Опробовать можно уже сейчас по ссылке в описании. Нахида. Ну, кстати, она милашка. Сам по себе персонаж прикольный и крайне полезная девка. Только фандом у нее. Ебанутый. Она очень заботится о своем народе и не перестает учиться, чтобы защищать его. Может читать мысли и видеть чужие сны, что даже жутко. Рекомендовать никому не буду. Выглядит как слишком... Читать сны она... Ой, сны. Мысли она может только у тех людей, у кого есть терминал Акаши. То есть это только в сумеру. Маленькая девочка. Хоть этой старухе уже и больше 500 лет. Внешность 8 из 10. В бою отличный саппорт, которому в своей области нет равных. Линни. Это известный фонтене, талантливый и... Еще один трап. У него даже чулочки есть. Эллизионист. Вылитый амаяк Акапян. Покоряет зрителей ловкостью рук и слов. Я снимаю особую, уличную магию. Красноречивый искусный актер. Дрессировщик, наперсточник, оперный певец с ртом. С фокусниками скучно не бывает. Мой батя как-то показал фокус с исчезновением в моем детстве. До сих... До сих пор найти не могут. Кпор ищу. Если запал в душу, в комплекте идет небольшой бонус. Линнет. Сестра-помощница фокусника, которая всегда прячется в тени или в его шляпе. Называет себя многофункциональной ассистенткой-иллюзиониста. Что бы это ни значило. Судя по ее ушам, Линни еще и куклачев. Главное, чтоб не панин. Неразговорчивая и сдержанная фури. Но чисто серый кардинал от мира циркачей. Забавно, что на ней не кролик. Ну, типа, кролика же обычные шляпы достают. У нее и у них все с котами связано. Кладку приучено. Прививки есть. На двоих даю десятку. В моем топе они в одной позиции. Два по цене одного. Потому как таскаются вместе. Неразли вода. Оба из фонтейна, в котором всем завидует гидроархонт Фурина. Про нее не буду. Ознакомьтесь сами. Персон... Про нее, потому что почти нихера и нету еще. Насколько я знаю. Нашел батю, он свалил в Геншин. Не знаю, меня когда спрашивают. О, какие тебе персы нравятся и прочее, прочее. Я всегда отвечаю, что мне по внешке до сих пор нравится Нингуан и все. Ну, так-то там очень много просто красивых персонажей. И сказать какого-то конкретного, выделяя, очень сложно. Дизайнеры у них стараются на славу. При этом персонажи довольно-таки разные, но выдержаны все в одном стиле. Проблема в том, что, конечно, все равно. Текстурок иногда не хватает даже на персонажах. Смотришь, а там не выделяющаяся, типа, одежда, а просто на модельку прихуячена текстура поверх тела. И выглядит это иногда, ну, типа, приглядываясь, выглядит не очень. Ну, в Геншине, знаешь, что просто интересно? Вот ты увидишь... Я вот не играю в Геншин, но я увижу какого-то, допустим, какой-то даже косплей. Я сразу понимаю, что это оттуда. Это стилистика определенная. Моно-бубочка. Моно-бубочка. А, понятно. Он сам, он сам уже это сказал, я понял. Во-первых, дед. А еще архонт на пенсии. Крайне привлекательный мужчина. Ходячий учебник по истории. Проживает уже не одну тысячу лет на триллионах и триллиардах таких же планет. Ищет только одного. Покоя, умиротворения и вот этой вот гармонии от слияния с бесконечно вечным. В общем, в своем познании полностью преисполнился. Может на все что угодно положить болт. Буквально. Это его скилл. Внешность 12 поп из 10. Полезность в бою. Самый прочный щит в игре. Всем бы такого деда. Ну, он вообще не только щит, он еще и дебаф дает. Так-то да, очень полезный персонаж. Сёгун, Инадзумы и Архонт. У меня ее до сих пор нет. Вождь. Ушла за хлебом в другое измерение, а вернулась с 99% голосов от избирателей. Диктатор. Но, когда дело касается мирских вещей, она становится милой девушкой. Ну, прямо Дайнерис. За все хорошее против всего плохого. А еще она невероятно сильная. И по лору, и по факту. Внешний вид 8 из 10. Полезность в бою 11 из 10. Ну, по лору там, насчет диктатора, некоторые нюансы есть и прочее. Ну, умолчим. Короче, имба. Яя Мико. Любитель писать фанфики. Между прочим, она писала сценарий к этому видео. А именно, вставку про Джун Ли. Ну, чтобы вы точно поверили, что я натурал. Но я бы не верил. Владеет издательским... Что? Это был косплей Добрикана Эбби. Ну, чтобы вы точно поверили, что я натурал. Но я бы не верил. Да? Похож, похож. Владеет издательским домом Яэ. Не путать с Яой. За прекрасной внешностью скрывается ум и хитрость. Внешность 9, а вот в бою 6. Зато как красиво. Ну, как-то так. Переходи по ссылке в описании и играй в Genshin Impact. Подумай только. Игра празднует свою третью годовщину. И за время ее развивания... Странно, что он опустил... Гидромами... Елань. Которая тоже довольно красивая мода. Видать, ему не нравится. Либо у него ее нет. В развитии в игре появилось огромное количество нового захватывающего дух сюжета, локаций и персонажей. Ну, а кто лучше вайфу, решать вам в комментариях. Лично мой фаворит пока что Барт Пьяница. Кстати, как и в случае с Невилетом, скоро будет выпущен Рио Тесла. Я не буду рассказывать вам о нем сейчас, потому что у меня есть только топ 11. Но вы можете присоединиться к Геншину и самостоятельно... Да, написать свой топ в комментариях можете, ребятки. А я вам все равно не буду называть свой. А я все равно буду смеяться над тем, кто играет в Геншину. Потому что мне это нравится просто. Спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...